Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов И сегодня по одному из современных календарей 12 октября 2016 года среда А по одному из старинных 22 день месяца Божественного начала 7525 лета шестица Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Исконные традиции русского мира» И автор соведущий у нас, кто будет эту тему нам помогать понять, кто будет нам доносить Я надеюсь, многим известный Владимир Алексеевич Шиншук Здравия, Владимир Алексеевич! Здравствуйте! Сегодня я хотел рассказать об «Исконно русских традициях», которые у нас исчезли после революции сразу Ну а некоторые, хотя и сохранялись какое-то время, а потом тоже все были выкорчеваны Это прежде всего касается свадебного ритуала Свадебный ритуал у нас сейчас проходит совсем не так, как проходило именно в «Исконной русской традиции» Выкорчевывали это, конечно, очень жестко То есть приезжали и расстреливали всю свадьбу, если они не подчинялись Или использовали те традиции, которые мы сейчас как бы не знаем Знают, конечно, люди, но боятся, все еще боятся использовать Например, вот кричать «Горько!» Вот если мы кричим «Горько!», да? То и жизнь будет горькой Потому что свадьба – это начало новой семьи Это рождение ее, да? И все, что происходит во время свадьбы Все это будет происходить и дальше Все, что пожелают на свадьбе Оно будет все так избываться Вот начинается с того, что неправильно, во-первых, встречают То есть встречают хлебом, солью, да? Вот, надо встречать хлебом и медом И медом молодым мажут губы После чего они целуются и кричат Все присутствующие сладко Это первый момент, который, в общем-то, программирует Жизнь новой семьи на именно сладкую жизнь, а не на горькую В свадьбе также очень важно было Сам процесс подготовки Во-первых, сватывание, которое происходило Ну, в какой-то там день, да? Он никак попало выбирался И через 108 дней уже назначалась сама свадьба После помолвки И к свадьбе все готовились Все родственники готовились Потому что там подарки Они никак попало дарились Они распределялись между родственниками И дарилось именно все то, что нужно Молодым будет в течение жизни Вплоть до строительства самого дома Когда Там его строили за месяц буквально Когда, значит, встречали молодых И священник, значит, завязывал там два рушника Рушники готовились как женихом, так и невестой Тоже заблаговременно вышивались Вышивались в основном имена Потому что имена у нас были другие Ну, как сейчас говорят у нас якобы греческие Но вообще-то годские имена все в основном Вот У нас имена были божественные Божественная была атрибутика В именах И имена самих богов Вот, например, Ярослав, да? Ирила, Иславь, например, да? Вот Или Пересвет Тоже известный наш герой То есть тут и Перун присутствует И Свентовит присутствует То есть у нас имя всегда составлялось из УПГ Вот их атрибутика Их углы, цвет там Направления Они все закладывались именно в полотенце И это полотенце дарилось потом как бы Своей половине И священник на самой свадьбе Завязывал у них над головой Узел И молодые должны были его Попытаться разорвать Если он развязывался Значит, союз Можно было не продолжать Он будет непрочный Если он не развязывался То союз будет прочным Фата Вот сейчас многие девушки Они или берут на прокат Или когда купили В силу того, что она дорогая Ее потом снова продают Которые продают ее потом другим Вот это вот нельзя было абсолютно делать Потому что фата Она не зря так называется Фата – это вообще судьба И она обозначала Что эта семья Она будет храниться И существовать до тех пор Пока фата существует И находится у невесты В ее, так сказать При данном В ее сундуках, там, шкафах И она, когда семье трудно Или какие-то времена настают То доставали эту фату И как бы Все эти невзгоды Они утихомиривались Точно так же Как вот свадебное платье И свадебный наряд Жениха Они тоже не продавались Не брались на прокат Они тоже хранились И у них встречали И серебряную свадьбу потом И золотую И бриллиантовую То есть уживали Или наоборот Распарывали Подшивали Там что-то Но самое главное Вот встретить Именно в том В чем начинали В том же и продолжать Этот обряд Он тоже был очень важен Потому что каждый Ну будем говорить Четверть века Сейчас, да Каждые 25 лет У нас Золотая там Серебряная свадьба Вообще 24 года Раньше было Потому что это Сакральное число 25 тоже сакральное Но у нас было Все по чину Дюжине То есть На стеричному счету Так вот Каждые Значит 25 лет У нас Происходило Повторение свадьбы И смена Всех вот этих Реквизитов И подарков Которые уже Подарили нам Родственники Подарки Дарились Снова Но это касалось Прежде всего Домашние утвари То есть Все обеспечивают Родственники В действительности Вот И получалось так Что род Так крепкий Потому что Когда тебе делают Ну Родные тебе люди Которые тебя любят Они эту любовь Передают в предмет И этот предмет Потом Служит вам долго Верой и правдой Да Это не важно Что там Посуда Ли Значит Мебель какая-то Еще там Какие-то моменты Касающиеся Именно быта Они все Потом Работают Вот Передают вам Эту любовь И У нас же Подобный Тянет подобный Если вы Имеете Такие Насыщенные Энергетикой Положительные Вещи Да То и у вас Все будет хорошо Все будет положительно Вот Дальше Значит На свадьбах У нас сегодня Очень много Новодела Помимо того Что кричат Горько Что нельзя Совершенно делать Еще Бросают Например Монеты И Или там Деньги И Семья Или там Кто-то Из родственников Должен подметать Или Сама Невеста Там Метет Вот Тоже Нельзя делать Потому что Когда вам Бросают Деньги То есть Это Считается Что вы Побираться Будете То есть Вы будете Всю жизнь Побираться Точно так же Нельзя Воровать Невесту Потому что Ее потом У вас Будут Все время Воровать Вот Все Что на свадьбе Происходит Это Зачатие Нового Организма Социального Вот Эти Все моменты Они Закладываются Там Все Должно Быть Аккуратно На свадьбе Там Тоже Вот Эти Все Пожелания Которые Были На Днях Рождения Например Да Когда Пускали Братину По кругу И все Желали Что-то От себя Искренне И Наговаривали На эту Братину Она Была С каким-то Напитком Но Не алкогольным Потому что У нас За последнее Время Практически Все Названия Вин Ну Не всех Конечно Многие Они Называются По Местности Шампань Там Допустим Шампанское Вот А в действительности Все эти Напитки Они были Вкусные Они не были Алкогольными Это касается Таких Например Как Верн Портвейн Когор Они не были Вот Например Сбитень Да Он еще Был Недавно Нормальным Напитком Но Сейчас На наших Глазах Он Стал Алкогольным Ну Пиво Оно Было Безалкогольным Но Сейчас Тоже Оно Везде Алкогольное Стало В Европе Еще Готовили А В России Уже Уже Нет Да Сейчас Немножко Возродили Эту Традицию И так Практически Все Напитки Не все Стали У нас Алкогольными К сожалению Вот Потому Что В России Великой Руссии Не пили Вот Алкоголь Он Вообще Это считалось Очень Нехорошим Явлением Когда Вот Люди Пили Вот Так вот Наговаривали На Напиток Или Даже На Простую Воду Наговаривали Свои Пожелания А Вода Ну И вообще Жидкость Они Очень Сильно Впитывают То Что Произносится И то Что Желается И та Эмоциональная Чувственная Сфера Которая Передается Воде Все Это Вода Впитывает И потом Молодые Эту чашу Выпивали Точно Так же Как На Дне Рождения Когда Тоже Братья Напускалась По Кругу Все Наговаривали И потом Значит Именинник Или Виновник Дня Рождения Торжества Он Выпивал Выпивал До Дна Потому Что Если Он Не Выпивал До Дна Значит Что То Ему Не Достанется Все Должно Попасть В него Поэтому Там Наливали Определенное Количество Воды Которую Можно Было Выпить И Давали Потом Значит Как На Дне Рождения Так И На Свадьбе Молодым Тоже Давалась Такая Братина Вот Что Касается Такого Явления Как Например Милование Милование Оно В общем-то Тоже У нас Исчезло Уже В годы Советской Власти Ну В какой-то Степени Мы Еще Застали Когда Были Детьми То Мой Прадедушка С Прабабушкой Они Жили Московской Области И Нас туда Отправляли Детей На выходные Вот А у них По субботам Было Милование И В этот В этот Момент В этот Субботу Там Днем Нас Детишек Всех Просили Пойти Погулять Мы там Гуляли Но нам Жили Понятно Что мы Подглядывали Что там У них Происходит Вот А они Вот Обсуждали Какие-то Моменты Связанные Тоже С отношениями С бытом У кого Какие Накопились Вопросы Проблемы Обиды Все это В процессе Милования Оно Решалось И вот Сейчас Кто Пришел К этой Традиции Вот У них Семьи Очень крепкие Они Сохраняются Потому что Нет вот Этого Накопления Обид Потому что Это Как потенциал Отрицательный Он копится Если Его не Снимать То в конце Концов Это приводит К срывам К нервным К ссорам Ну и в конце Концов К разводам Вот Эта традиция Ее тоже бы Конечно Следовало бы Нам Вернуть В нашу жизнь К нам К сожалению Много Пришло Ну не много А вот Пришли Традиции Запада Которые Вообщем-то Вообще Очень И очень Вредны Я приведу Например Такой пример Как Например Тушить Свечи На Пироге Или торте При дня Во время Дня рождения Это Тоже вот Совершенно Неправильный Обряд Потому что Он может Вообще Привести К смерти Человека Который Затушил Эти свечи У нас У жизни Каждого Человека В сутки Есть две точки Очень важные Для него Это Минута И час Рождения Человека Да Это не важно Что человек Сейчас может Не помнить Эту Минуту И час Но она Тем не менее Проявляется И проявляется Именно Как сила Человека И вторая Точка Это Минута И час Зачатия У нас Раньше Были еще Большие Минуты Их сейчас Не стало Вот Именно В эти Моменты Человек Наиболее Уязвим Вот именно В час Своего Зачатия Который Повторяется Каждый Каждый День Если в этот Момент Опять же Поссориться Поругаться Вот Могут Произвести Очень неприятные Вещи Или Затушить Свечи Тушить Свечи Вообще Нельзя Задувать Свечи Нельзя Тушить Можно То есть Если У вас Есть Специальный Колпачок Как Вот В церквях Иногда Я видел Все еще Есть Да То есть Это Можно А вот Задувать Вот это Нельзя Это Опасно Точно Так же Как Пускать Кораблики Со Свечами Да Вот Не Дай Боже Опять же Кораблик Затонет Или Свеча Загаснет Именно Ваш Момент Зачатия Это Означает Очень плохая Примета И не Просто Примета Но Это Соединение Именно Зачатия И Затухание Оно Чревато Конечно Подчас Вот Летальным Даже Исходом Изменились Конечно И похороны У нас Тризну После Отменили После Революции Сразу Вот Вообще Ведь 19 век Весь Проходил Под знаменем Борьбы С язычеством Язычниками Кстати Называли Именно Древле Православных Вот Но это Не странно Многим Это кажется Странным Потому что Язычество Это То что Люди Которые Сменили Казание То есть Общение Телепатическое На Использование Звукового Языка В качестве Средства Общения Между людьми Не между Человеком И Богом Как было Да Потому что Язык В основном Конечно Священники Жрецы Владели И они Могли Работать И разговаривать С богами Благодаря этому Обычные люди Они знали Ну в пределах Там Каких-то Небольших Эти Касалось Там Молитв Каких-то Слав Там Хвалин Вот А Так В общем-то Он Язык Был и не нужен То есть Это для общения С богами Для общения С природой Там Был тоже Свой язык Сензар Вот Он там В основном Звуковой Потому что У нас же Например Землю Орали Не пахали А орали Потому что Ее обрабатывали Звуком Там Призывали Семена Вот Семя Само слово Даже Семя С именем То есть Каждое Растение Оно имело Имя И вот С именем Растение Его вызывали Просили Чтобы Оно дало Быстрые Сходы Точные Плоды Там Быстрый Срок Получения Этих Плодов То есть Это все Было Вот В заговорах То есть Но Это как бы Обрабатывали Раним Землю Обрабатывали Раним Там Пахот на земледелие Это тоже Как бы У нас Не было В традиции И оно Кстати говоря Вот Не пахот на земледелие Оно сохраняется Удрели православных людей Оно До сих пор Сохранено Но Это те Которые Не прописные Которые Живут Не в нашем Обществе За ними Идет до сих пор Охота Как вообще За всем Что касается Дрели православия Но Тем не менее Они сохраняются Даже вот Последний Случай Обнаружения В Красной Поляне Такого Поселения Там Истребили Всех Кто там Ну Кто Не успел Уйти Или В этот момент Там Отсутствовали Ну Там никого В живых Не оставили Ни детей Ни женщин Ни Взрослых Мужчин Никого Ни стариков То есть Древнеправославие Опасно Ведь не случайно У нас В годы Советской власти Уничтожили Всех Православных Священников Хотя Говорят Что уничтожено 90% Причем Вместе С семьями Уничтожили Всех Православных Священников Все 100% Пригнали Сюда Западной Украины Там С Польши Но Везде Где В общем-то Католичество Ну Они Силу того Что Священники Не знали Православного Ритуала Они Исполняют Свой Католический Ритуал И Поэтому У нас Сегодняшнее Православие Оно Не отличается Ничем От Католичества В разные Только стороны Крестятся А все Что касается Там Таинс Там Самой Обрядовой Системы Одежды Ну Очень мало Отличий Там Название Просто Шапок Разное Там Нет Отличий Вот Изменились И способы Рождения Детей Потому что Раньше Все-таки Были повитухи И это Не только У дворян Это было Везде Сплошь и Рядом В каждой Деревне Была Обязательно Своя Повитуха Которая Приходила Всегда На помощь Роженице Если Какие-то Проблемы Но В принципе Обычно Проблем Не Повитуха Женщины Рожали Детишек Присаживаясь На корточки И ребенок В принципе Под Собственным Весом Он Выходил Сейчас же Их заставляют Ложиться На спину И Женщине Надо Тужиться Чтобы Преодолеть Силу Тяжести Ребенка То есть Заранее Делают Так Чтобы Роды Были Проблемными Повитух Тоже Всех Расстреляли В годы Советской Власти У нас Расстреливали Всех Во-первых Носителей Каких-то Культурных Традиций Всех Мастеров Народных Промыслов Мастеров Их Всех Уничтожали Я еще Был Удивлен В свое Время Когда У нас Построили Деревню Целую Сделанную Из резьбы Да И По телевизору Показали А потом Эта Деревня Не стала Это в годы Советской Власти То есть Это у нас На памяти Произошло В Пермской Области Вот Что касается Вот сейчас Такой традиции Как Подарок Цветов Это вот Этого тоже Ведь не было Если там Допустим Ну Шеф Да Ну Ему дарят Что-то Существенно Не цветы Но сейчас Если цветы То вы Фактически Дарите Шефу Ссору С собой Потому что Цветы же Умирающие И это значит Вы подарили Умирающие Отношения Между вами И шефом Тоже касается Если вы Своей Возлюбленной И дарите Цветы Это сейчас Сплошь и рядом Делается Тоже Фактически Вы дарите На развал На умирание Ваших отношений Вот Лучше конечно Подарить Живой цветок Который Будет Дальше расти Это с горшочком А если Нету такой возможности То можно Подарить Какой-нибудь Подарок Там Косынку Духи Там Ну Что угодно Что В женском Туалете Гардеропе Пригодится Всегда Вот Ну еще там По рождению Детей Вот тоже Традиция Исчезнувшая Пуповину Ее Не выбрасывали Как Сейчас Это делают Не сжигали Вот А ее Высушивали И хранили Значит Всю жизнь И ребенок Когда заболевал Или еще что-то То есть Это давали Отщипывали Там кусочек Растирали И давали ребенку И он быстро Поправлялся Потому что Уповина Несет Вот Именно Вот эти Частоты Первые Частоты Рождения А это Как раз Сила Человека И поэтому Этот Момент Он тоже Был Очень важный Ну Вроде так Основные Традиции Я Как бы Обозначил Которые Не стало Единственное Конечно У нас Вот Это тоже Такая тема Она Тоже связана С культурой Но Практически Невосстанавливаемой Потому что Вот Я уже Сказал В самом начале Что весь XIX век Он проходил Под флагом Борьбы с язычеством И У нас Зажигали Целые поля Хотя там Ну там Амарантовые поля Хотя нам Рассказывают Что это только Вот В Америке Были такие Действия Против индейцев Которые там Выращивали Разные злаки Которые Сейчас даже Неизвестны Но сейчас Амарант Вроде его восстановили Да Потому что Он Его невозможно Было Извести А вот У нас был Такой злак Например Канва Он Еще круче Чем Значит Амарант По своему По своему Суставу Он в какой-то Степени Сохранился Сейчас еще В Южной Америке Вот А злаков Таких было Много Было много Всевозможных Видов Тканей Которые Тоже У нас Исчезли Даже Древолюционный Перечень Тканей Он не Совпадает С современным Современная Ткань Конечно Видов Тоже Очень Много Там Десятки Вот Но у нас Каждый Вид ткани Он соответствовал Какому-то Богу А еще При Екатерине Второй Вся Эта Тканная Промышленность Ну вернее Тканное Искусство Оно было Тоже Запрещено И Разрешена Была Только Холчевая Одежда И вот Сегодня То что Мы Думаем Что Это Русская Культура Холчевые Там Штаны Холчевая Рубаха Это Не так Были Очень Тонкие Одежды Была Крапивная Одежда Льняная Там Конопляная Осоковая Лебедина Лебедовая То есть Все Что Дает Пеньку Все Было Использовано В качестве Качества Эти Технические Культуры Ну так Назованные Сегодня Технические Культуры Вот Которые Дают Пеньку Они Все Были Связаны Так Или Иначе С Ткачеством Потому Что У нас У каждого Бога Была Своя Ткань У нас Пытались Ребята Восстанавливать Крапив Надежды Но Это Все Не Пошло Широко Это Так Идет На местах Только Ну вот Вкратце То Что Я Хотел Вам Сказать Вот Иначе С Традицией Хорошо Такое Будем считать Что Вступление Вопросы К нам Поступают Вот В чате Уже Несколько Вопросов Есть Напоминаю Что Вопросы Мы Принимаем На сайте Народного Славянского Радио Достаточно Любом Поисковике Набрать Народное Славянское Радио Попадаете На сайт Там Ищите Слово Чат Нажимаете На него Если Еще Не зарегистрированы Логин И пароль Себе Придумывайте Главное Чтобы их не забыть Указывайте Е-мейл Какой-нибудь Попроще Без всяких Там Кучей Подчеркиваний Тире И прочее Чтобы туда Приходил Какой-то Ответ По регистрации И после этого Уже можете Пользоваться На постоянной Основе Общаться С друзьями Задавать Вопросы И поэтому Сейчас Призываю Не стоите В стороне А присоединяйся К нашему эфиру Задавайте вопросы И свои реплики Пишите Потому что Именно по ним Мы будем Основываться Что нам Дальше Говорить Что делать Итак Теперь можно Более подробно Разбирать Что здесь Мы услышали И Немножко Побеседуем Между собой Пока вопросы Копятся И потом Уже будем Вопросы Вставлять В наш разговор Итак Горько Но существует Такое мнение Что вот сейчас Невести Желениху Накричатся Горько-горько И тогда Жизнь будет сладкой То есть Вот сейчас На свадьбе Надо Что на свадьбе Надо съесть Много соли Что-то горького Такого Съесть Или выпить Чтобы аж Скулы свело Чтобы глаза Чуть-то там Не повылазили И тогда Уже можно И мед пить И в общем Будет все хорошо А вы говорите Что ни в коем случае Нельзя горько И ни в коем случае Нельзя хлеб с солью Вот Когда-то Появилось Вот это вот Поверие Что именно Горько Если на свадьбе Будет То жить будет сладкой Если соли С невестой С женихом Наедятся То тогда И жизнь Будет такая Сладкая После как раз Вот этих Соль Наедятся И жизнь Будет соленая Дело в том Что вот смотрите У нас до революции Вообще Использовалось Четыре соли Но это я знал Про четыре соли Значит Одна из них Вот во время войны Когда натрия и хлора Не было Они же делали Из земли Там как-то Вот я вот Спрашивал У мати Мать вот помнила Да, говорит Да, говорит Делали соль Но вот она не помнила Как И мне никто Не может рассказать Как делали эту соль А недавно Я узнал Что вообще Шестнадцать солей Использовалось Но я подозреваю Что было Двадцать четыре соли Которые связаны Были Именно с богами Потому что Я знаю Что в Индии Там Вот Драгоценные камни Которые Принадлежат Там у них Каким-то Ихним божествам Да Они их дробят И используют пищу Но это делают Исключительно Святые люди И у них Когда их сжигают Оказывается Вот камни Эти синтезированные Именно драгоценные камни Которые они принимали В течение жизни Но не принимали Порошок А он в каких-то там Чакрах Или Железа В внутренней секреции Они вот Там Концентрировались И они им давали Как раз Вот эти вот Ситхи Или еще там Что-то Вот У нас Эта традиция Тоже исчезла Полностью Нам вот эту Натрий хлор Везде Начали внедрять А натрий хлор Она к сожалению Вот Посыпьте Любое растение Да Натрий хлор Оно завянет А посыпьте Калий хлор Да А калий хлор По вкусу Такая же Как и натрий хлор Но чуть-чуть Отличается Так вот Растение Будет наоборот Цвести И пахнуть То есть Калий хлор Не убивает жизнь А натрий хлор Убивает А мы его Принимаем Эту натрий хлор Поголовно Причем Нам Рассказывают Что Соль Она вот Такая Необходимая Когда ешь Мясо Да Оно необходимо Но если Люди Живут На растительной пище Веган Вегетариан Вегетариан Или веган Веганы Которые Вообще Только сырое Идят Вот Они Им Не обязательно Соль Так вот Интересно Что Традиция Употребления Соли Она связана Как раз С воспитанием У людей Различных Сверхспособностей Которые В принципе У нас Есть Но Которые Не проявлены Без Вот этих Компонентов То же самое Я хочу Сказать Про Аминокислоты Аминокислоты Они У нас К сожалению Мы сейчас Изучаем В институтах Всего 20 штук Я думаю Скоро будет Их вообще 8 или 10 Потому что Еще когда я Учился Мы изучали 25 аминокислот А в нашем Организме Находят 64 аминокислоты Ровно Такое Количество На которое Запрограммирована Наша ДНК Там Вы помните Три Триплета Тиамин Цитозин Ну Неважно 4 нуклеотиды Из которых Составляются Комбинации Они как раз Ровны 64 Точно Такое же Количество Как в книге Перемен Потому что Это база Которая Создает В принципе Все разнообразие Жизни Соответственно Все разнообразие Событий И так далее Мы сейчас В силу того Что многие Аминокислоты У нас Исчезли Из питания Они заменены Теми же самыми Ну То есть Нету Там допустим Фенилаланина Но он Вообще Это редко Редкая Аминокислота Практически Нигде не встречается В большом количестве Вот амарант Такой вот И потом У нас еще Пырей Пырей кстати Говорит тоже Был Этим Культурным Злаком А сейчас Это злостный Сорняк От него Просто не могут Избавиться Он по качеству Тоже не уступает Амаранту Вот И этот Фенилаланин Занименяется Каким-нибудь Изолицином Или еще чем-нибудь Из других Аминокислот Из этого У человека Функция Или выпадает Или проявляется Извращенно А извращенное Ее исполнение В действительности Никакое Получается То есть Поэтому у человека Закрыты Третий Четвертый И пятый Глаз А у нас Глазов Было много Тот же Самый Будда Видел Три тысячи Миров Потому что У него было Много глаз Открыто Вот Поэтому В общем-то И получается Что Вот этот Тоже Плаз культуры Связанный С солью Он исчез Ведь Калийнатриевый Насос Так называемый Он встречается Только у человека Потому что Мы много Потребляем Натрия У животных У растений Его нету А это Говорит о чем О том Что это Внедрено Это Натрия Хлор Причем Смотрите Мы Добываем Допустим Ту же Соль Она Ведь Там И калий Входит И другие И магний И многие Другие Элементы Та же Самая Калийная Соль В Соликамске Которая Добывается Там 20% Калия Тем не менее Но Она у нас В продаже Как-то Бывает Но очень Редко Ее Она Непопулярна А это Говорит о том Что И даже В старых Морях Потому что Калияные Соли Это все-таки Остатки Морской Воды Присутствовал Все-таки Калий Хлор В большом количестве Морской соли Он тоже Присутствует Правда Там Поменьше Но он Все равно Есть Но Это все равно Не хватает Нам нужен Все равно Преимущественно Калий Как он Нужен Растениям Калийные Удобрения Они испокон веков Применялись У нас В огородах Там В полях Везде Вот Сейчас Конечно Больше Нитратных Стали Или вообще Никаких Там Не употребляют Но Китайцы Они Конечно Очень много Там Этих Азотных Удобрений Пихают Чтобы Быстрее Все росло А В результате Эти нитраты Они В принципе Делают Овощи И фрукты Бескусными Ну Как вообще Все китайское Сегодняшнее Производство Но Все такое Более того Значит У нас Даже если они Органику Применяют Китайцы Да Они же Все еще Обрабатывают Своими Фекалиями Которые У них Считаются Удобрениями Да Всего того Что Заражение Глистной Инвазия Так называемая Да Она Повсеместная Да То есть Получается Что Уже И Фрукты И овощи Заражены Внутри Заражены Вот этими Яйцами Глистов Которые Попадают На организм Сколько бы мы Не мыли Эти овощи И Фрукты Потому что Они все Находятся Внутри Вот тоже Традиция Которую Надо В общем-то Менять Потому что Если И Какие-то Делаются Удобрения Из человеческих Так сказать Фекалий Да Они должны Проходить Точно такую Обработку Как например Куриный Помет Когда делают Там Гумбу Для Грибов Например Или Для Полей Его Делают Чтобы Он Обязательно Значит Пропарился Хорошо А вы Знаете Что Когда Там Есть Процесс Гниения Гниение Это же Горение Там Происходит Разогревание Сильное Вот И Вот Это Разогревание Оно Должны Всех Убить Что Там Живет Живое Да Какие Организмы Они И уже В чистом виде Без этих Организмов Без этих Яйц и глистов Уже можно Конечно Наносить На поля Вот Ну Фруктов У нас Тоже Много Исчезло Кстати Если говорить О фруктах Даже Если посмотреть Вот Египетские Фрески Или Картины Старые Да Фламандских Мастеров Вы можете Увидеть Что Многие Фрукты Которые Там Нарисованы Вы их не встретите В нашей жизни Сегодня Вот И не случайно У нас много Названий Они стали Синонимами Например Фига Это же Фрукт Сейчас это Груша Ну или Комбинация Из трех пальцев Вот Или там Допустим Дуля Тоже Говорят Что это Груша Хотя Это тоже Это был Самостоятельный Фрукт И вот Когда Возникают Синонимы В русском Языке У нас В русском Языке Синонимов Не было Вот Это говорит О том Что Что-то Пытаются От нас Скрыть Что у нас Было Ну я Могу Привести Пример Опять же Когда Годы Советской Власти Ввели Налоги На Яблок На яблоню Каждую Значит Сколько Должен Стать Яблок На Груши Там Ну все Вот Фруктовые Там Ягодные Деревья Вот сейчас Ягодных Деревьев Вкусных То ведь Практически Не осталось Да У нас же Было Там Земляничное Дерево Они в Москве Кстати Росли Клубничное Дерево Значит Черничное Дерево Сейчас Это все Кустарники Не кустарники Даже Трава Которая Растет Были Деревья Они остались Кстати говоря В дендрариях В том же Китае Ну и В России Тоже Есть Но Не будем Называть Места Где они Растут Чтобы их И там Еще Не уничтожили А в Москве Даже Они были Сначала Крестьяне Пытались Высаживать Там Где-то В лесах Да Но Их Ловили И Слали Всю Семью Места Так сказать Не столь Отдаленные Таким образом Вводили Налоги И Истребляли И Культура Это конечно У нас Сейчас Очень Очень Объединяло Из этого Хорошо Здесь еще одно Уточнение Появилось В чате Поскольку Напоминаю Правило Если Не написано В начале Вашего сообщения Вопрос в эфир То это Не рассматривается Как вопрос В эфир Но поскольку Эта Реплика Достаточно Интересна То я хочу Чтобы Наверное Как-то Вы отреагировали Здесь Было Написано Следующее Вы пропустили Один из Важных моментов Это погребение Было Ли Раньше Сжигание Или Как сейчас Говорят Корродирование Мертвого Человека Для того Чтобы Быстрее Его душа Как сейчас Многие Говорят Правлялась В сваргу Или Захоранивали Просто Смотрите У нас Было Как бы Две Традиции В данном Случа Их Нельзя Путать То есть Вот Сжигание Это Когда Человек Решил Пойти На Перевоплощение И он Решил Поменять Своё тело И Была Значит Традиция Она Назвалась Апастос Это Когда Склеп Или Вот Эти Вдольмены Клали Не Умершего Человека А Человека Впавшего Литургический Сон Который Должен Был Перейти В следующий Кон Мы Жили по Кон Веков Жили По Кону Каждый Кон Он Имел Свои Так Сказать Свою Атрибутику Свою Цель Свои Значит Традиции Все То есть Это была Одна Культура Когда Человек Перерастал Ее Он Мог Перейти В следующий Кон У нас Этих Конов В действительности Было Бесконечное Множество Потому что Миром Правят Числа Их Отношения То есть Функция Богов У чисел Действительности И поэтому Овладевая Функцией Каждого Числа Человек Он Вырастал Из этих Чисел Ему Надо Была Новая Функция Обретать Поэтому Был Следующий Кон И этих Конов Поскольку Чисел У нас Бесконечное Множество И их Бесконечное Множество Поэтому Люди И были Бессмертными Именно В древней Православии Потому что Они Постигали Все новые И новые Числа И их Функции И их Отношения Естественно Вот Поэтому Когда Человек Входил В паз То что Мы Называем Сейчас Литургическим Сном Он Предполагался Предполагалось Что он Должен Очнуться Там Через Девять Месяцев Или Через Восемнадцать Месяцев Ну а Срок Беременности Раньше Был Восемнадцать Месяцев В связи С тем Что у Нас Функции Многие Поменялись У нас Исчезли Двойные Органы Хотя Они Когда-то Периодически У некоторых Людей Появляются То есть Второе Серце Может Появится У человека Вторая Печень Вторая Селезенка Ну обычно По одному А всего того Что у нас Сейчас И ГМО Вводят И многие Другие Гадости Против Людей У нас Много Людей Уже Рождается С одним Легким С одной Почкой То есть Вся Парность Уходит А было Много Парных Вещей То есть Парных Органов Тот же Самый Сердце Два Сердца У нас Два Меридиана Сердца Два Меридиана Печени А печени Одна И сердце Одно Но говорят Что Перикард Это все Уже Заувалированность Вот И у нас Название Сна У нас Много Названий Сна Почивать Там Отдыхать Вот Отдыхать Кстати Говорят Ведь Не то Что Мы Прилегли Там Отдохнуть Отдыхать Это В действительности Человек Выключается На Несколько Дней Без Дыхания То Что Мы Сейчас Называем Литургическим Сном И Когда Человек Сильно В действительности Переутомился Он Может Упасть И Спать А Родственники Подумают Что Это Он Умер А он Не Умер Он Просто Отдыхает У нас Если он Долго Отдыхает Его Не могут Там Это То Нужно Применять Было Откачивание Выражение Сохранилось Откачать Покойника То Если Человека Кладут На Одеяло Прочную Ткань И Раскачивают А потом Тормозят Резко Методика Описана Была Узабелина Это Книга 19 века Она Была Переиздана Уже В 20 веке Но Она Тоже Библиографическая Редкость Потому что Там Описана Опять же Русская Традиция Оживления Покойников Умерших Вот Упокоиться Это тоже В действительности Не умереть Это тоже Одна из форм Сна Вот Сон В реальной Жизни Он означал Получение Знаний Через Вот это Глубокое Самопогружение Ну То что Сейчас Называют Медитацией Это В действительности Сон Потому что Сон Сознанием В действительности Связан Был С подключением К тому Что сейчас Называют В Индии Хроники Акаши Или Аказиты Так называемые Но Нас Сказали Поскольку Да То есть Общались Телепатически И были Казаками Все Кто так Общался Вот Они Эти Аказиты Могли Читать Потому что Аказиты Они Везде Остаются В камнях В мебели В стенах В одежде То есть Все Что способно Впитывать Информацию А вся Органика Ее Способна Впитывать Вот Все Несет На себе Вот эти Аказиты Которые Можно Читать Было Если бы У нас Работали Все Глаза В 19 Веке Один Из Епископов Я сейчас Его не Помню Фамилию Он писал Что Человек Становится Слепым То есть Раньше Проверяли Зрение Не только Наших Двух Глаз Но и Нашего Третьего Глаза И Четвертого Слепого Он был И так Далее А люди Именно В 19 Веке Это Начали Терять Особенно Это Проявилось В 20 Веке Когда Ввели Переменный Ток Вместо Постоянного И Переменный Ток Он Специально Введен 50 Гц В России И Европе А в Японии И Америке Там 60 Гц Это Как раз Состав Бета-ритма То Что Мы Называем Эмоциональной Сферой И У нас Из-за Эмоциональной Сферы Притуплено Потому Что Люди Которые Получали Просветление У них Фиксировалась Частота До 3000 Гц 3000 В реальности У нас тело Вообще Содержит 5000 Гц Имеет 5000 Гц То есть Тело У нас умнее Даже Чем наш мозг Но Мозг У нас Не может быть Умным Именно Из-за Задавленности Потому Что Это 50 Гц Частота Она Нас Окружает Везде И Присутствует Везде У некоторых Домах Сейчас Конечно Там Вводят Постоянный Ток И Все Предметы Быта Значит Машины Бытовые Они Тоже Все Переделывают На Постоянный Ток Вот Но Это Только Могут Позволить Все Богатые Люди Сделать Общая Масса Вся Задавлена Вот Поэтому Когда Человек Входил В этот Пастос Да Ну Пастос Он Как бы Человек Или Вот Входил В отдых Или Значит Почивал Почил Как сейчас Говорят Вот Его Помещали В склеп Куда Можно Было Войти Выйти Человеку Можно Было Встать Очнуться И Выйти Тоже Вот Но Он Закрывался Чтобы Там Посторонние Не Залазили И Звери Туда Не дай бог Не мешали Человеку Почему Это было На улице Потому что У нас В XIX веке Еще было Тепло Но Уже В середине XIX века Уже Конечно Были Уже Зимы Пошли Зимы И Естественно Значит Уже Склепы Они Не Работали Открытая В 1820 Году Земля Санникова Да Это Новая Земля В действительности Описана Как Цветущий Рай Вот То есть Еще В 20 Году Это Райские Кущи Еще Сохранялись Но Их Естественно Уничтожали Все Заповедные Леса Уничтожены А заповедный Лес Отличается От современной Тагии Леса Тем Что он Состоит Из фруктовых Деревьев Где Могли Жить И звери И люди И Птицы Ну И Все Кто Питался Вот этими Плодами Деревьев Сейчас Конечно В лесах Очень Очень Бедная Часть Касающаяся Плодов Да И поэтому Волки Там Лисы Они все Перешли На мясоедение Потому что Ведь волки Ведь Ну например Канадский Волк Он же ест И фрукты И овощи И он Как бы Ну он может Мясо есть Но он Предпочитает Растительную Пищу А вот Когда она исчезла Они Чтобы выжить Вынуждены Были перейти На Мясоедение Для волков К сожалению Для Лис Там Ну и всех Остальных В общем-то Если они Не растительные Там типа Как зайцы Там Эти белки Ну Грызуны Они вообще Всеядные Конечно Вот Олени Они Они вот Приспособились Есть траву Там например Да Плодов Не стало Овощей Не стало Расти Да Они едят Просто Зелень Там например Вот Ну и вот Что касается Значит Вот Двух Вот этих Состояний Когда человек Реально решил Перейти И когда Человек Ну и имеется Ввиду Сменить тело И когда Человек Решил Перейти Следующий Кон У нас В силу Того Что опять же У нас Ведь как Вводили Вот это Захоронение Да Это же Не сразу Придумали Вот эти Вот памятники Там ставить На могилы И сначала Вели Закапывать Умерших То есть Не сжигать А закапывать А закапывали Их потому Чтобы люди Не перевоплощались Это была Такая идея И кстати Говоря Она Ну это У египтян Она сохранилась До сих пор То есть Его Бальзамировали Чтобы тело Как можно Дольше Сохранялось Чтобы оставаться На том свете Как можно Дольше И значит Там Ну получать Знания Там и так далее То есть Конфетка была Хорошая Предложена Вот Потому что Когда человека Сожгли Душа у него Свободная И он Фактически Может Сразу же Перевоплощаться У своих Так сказать Родственников В той Молодой Паре Которая Решила Его Вернуть К себе Вот Но Всего того Что Значит Сначала Ввели Закапывание Просто Там Завертывали В материну Татар Это Сохранилось И В могилу Закапывали Но Человек Очнется Если Да Он Выкапывался Из могилы Тогда Значит Не важно Как Значит Глубоко Зарыли Такие рассказы Кстати говоря Вот их Много Я помню Даже детские Рассказы Среди детей Ходившие В пионерских Лагерях Рассказывали Как Там Люди Вылазили Из могил Там Так далее Вот Ну и В русской Отечественной Тоже Они сохранились Такие Рассказы У Жуковского Там есть Вот Стали Потом Класть Плиты Каменные Чтоб Человек Не мог Выползти Но Человек Все равно Выползал Тогда Стали Делать Гробы И Заколачивать Уже Но Человек Очухивался В гробе И начинал Кричать Звать На помощь Чем Пугал Значит Людей Которые Находились На кладбищах Вот И Тогда Придумали Вскрытие Тоже В годы Советской Власти Сейчас Скрытие Обязательно Вы знаете Уже Шансов Нет Чего Такого Жить Потому Что Тело Наше Бессмертное И смерть Она Как ни Странно Она Омолаживает Человека Потому Что Начинается Явление Аутолиса В клетках Так называемое Которое Переваривает Все шлаки Накопившиеся За жизнь И Клетка Омолаживается Тем самым И Не случайно У Кощей Бессмертных У них Сохранилось То есть Они ежедневно Должны Умереть И Тут же Воскреснуть А смерть Они Достигают Потому Что Они Перестают Дышать Не дышат До тех пор Пока Спазм Не схватает Горло Человек Уже Потом И хочет Вдохнуть А не может Кстати Говорят Все Вот эти Повешенные На коленях Которые На спинке Кровати Там Повесились Вот они Перетерпели И все Потом Они И хотят Вернуться К жизни Они могут Спазм Потому Что Или Сухое Утопление Так Называем Человек Попадает В воду Он Не дышит Не дышит И он Даже Потом Может И вынырнул И хочет Вдохнуть Или Его Вытащили И он Хочет Вдохнуть Не может Потому Что Начался Спазм Гортания И человек Уже Все Всех И человек Уже Так Умирает Сухое Утопление Так Называем Вот У нас К смерти К сожалению Относится Как Как Какой-то Неизбежности Хотя Вот Именно Сама Смерть Она Есть Тоже Физиологическое Явление Не такое Страшное Нам Расскажут Что Пять Минут Там И Мозг Сразу Умирает Вот Тоже Все Неправда У нас Мозг Он Живет И Через Месяц Там Люди Оживали И Через Три Месяца Находили Людей Замороженных Они Оттаивали И Оживали Это Происходит Потому Что Вот Это Якобы Омертвение Быстрая Мозга Потому Что У нас Мозг Имеет Капилляры Тоньше Волоса И Как Только Кровь Чуть-чуть Понизит Свою Температуру Она Сворачивается Именно Потому Что Маленький Капилляр Но Если Мы Разогреем Мозг Если Мы Эти Пробки Все Выбьем С помощью Откачивания То Выпадение Функций Как Обычно Происходит Потому Что Людей Реанимируют Часто Но У них Функции Выпавшие Они Как Овощ Становятся Потому Что Неправильно Произведена Реанимация Старорусские Способы Ведь Никто Не Применяет Как Их Оживлять Надо Обязательно Откачивать Надо Обязательно Разогревать Голову Почему Была Нужна Русская Баня Для Этого Потому Что Во-первых Трупное Окоченение Проходит Во-вторых Мозг Начинает Тоже Функционировать Потому Что Мы Запускаем Сердце Мы Запускаем Легкие Но Естественно И мозг Тоже Запускается Причем Откачивание Проявляется Когда Человек Лежит Надзнич Лицом Вниз Потому Когда Его Раскачивают У нас На лбу Вот Здесь Начинает Переноситься Здесь Цент Воли Который Собственно Говорит Все Контролирует Вот Лоботомия Вы Знаете Да То Еще В этих Фашисты Начали Эти Эксперименты То Они Разрезали Здесь Мозг И Человек Становился Полностью Проблем Он Себе Не Принадлежал Он Ставился Роботом Вот Лоботомия Так Называемая Ну и Потом У нас В психушках Тоже Это Стали Применять Против Особо Активных Так Что Что Касается Смерти И Вот Этого Пастоса Это Как бы Два Разных Обряда Одно Смена Тела А Другое Это Смена Кона Через Как раз Отдых Такой Длительный Отдых Получается Хорошо Здесь Такое Уточнение От Урала 74 А Смысл Обряда Возвращения Какой Смысл Вообще Человеческой Жизни Чтобы Жить Жить Чтобы Жить И Делать Все Для Того Чтобы Жить Спросите Любого Ребенка Хочет Он Умереть Или Нет Ну 99 999 Там Процентов Он Скажет Нет Они Не Хотят Умирать То Есть Жизнь Она Не Хочет Умирать У нее Специальный Инстинкт Самосохранения Вложен Чтоб Она Жила Вот Поэтому Возвращение Оно Нужно Именно Для Того Чтобы Продолжить Свою Жизнь Ведь У нас Смотрите Вот Та Самая Образовательная Система Была Образование Ведь Это Вояние Образа Было Что Зачем Нам Вояли Образы И Помните В школах Учились Старые Младые То есть И Первоклассники Десятиклассники Они Все сидели В одном Помещении Или Там Урочище Как правило То есть На природе Потому Что Они Вспоминали Прошлые Жизни И Вот Образование Это Вояли Образ То есть Вояли Тонкие Тела Астральные Там Ментальные Эфирные Как Ну Сейчас Как Называют Да Они Не так Конечно Назывались Вот Для того Чтобы У нас Произошла Связь Душой Душа У нас Вечная И Дух Дух У нас Вечный Ну Не У всех Он Присутствует Как Тело Но Оно Душа Она Выглядит Так же Как Выглядим Мы То есть Она Наша Калька Копия И Чтобы У нас Была С ней Связь Нужны Дополнительные Тонкие Тела Имеющие Более Низкие Частоты Потому Что Душа Это Все-таки Высокая Частота Тоже Близко К Богу И Через Них Можно Было Связываться С Душой У Людей У 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 Это Через Сердце Проявляется А Сердце У 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 Еще Там Вниз Один Зубец Так Вот У 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 Триплетики И Этих Триплетиков Ровно 148 Видов Они Больше Не Повторяются Никакие Это Удивительным Образом Совпадает С количеством Букв Всех Святной Грамоти Ну Которые Там 147 Гриневич Насчитал 151 Ну 151 Потому Что У У У У У У У У У Знак Еще Это Знак Значит Твердый Знак Мягкий И Носовой Знак Который Сейчас Исчез Тоже Из Русского Языка Ну У У Носовые Звуки Тоже Все Пропали Так Вот Сердце Оказывается С нами На Древнерусском Языке Может Говорить И Кстати Говоря Английские Следователи Это Подтвердили Они Пытались Значит Выяснить На Реагирует Наиболее Сильно Сердце Так И Выяснили Что Реакция Идет На Русские Слова И Особенно На Древнерусские Когда Вот Например Говорили Собака Ну На Английском Док Но Реакции Не Было Когда Говорили Собака Реакция Была А Когда Говорили Пес Реакция Наиболее Высокая Потому Что Пес Это Старорусское Название Собак Это Правильное Название Потому Что Собаками У нас Собакус Это Бахус Это Бог Веселья И Вина И Собаками Назвали Пьяниц Фактически Но Сейчас Собаками Назвали Животное То Есть У нас Сердце Говорит На Древнерусском Языке И Вот Все Кто Меняет Языки В Реальной Жизни Они Фактически Но Сейчас Переходит Много Сейчас Национальных Движений Все Говорили По-русски То Они Перешли На Национальные Языки Они Все Глупеют На Глазах Потому Что Русский Язык Он Душа Говорит На Древнерусском Языке У Всех Народов Неважно Англичанин Бурят Или Еще Кто-то Если Вы Местный Землянин У У Душа Говорит На Тренерусском Языке Ну И Собственно Говоря У Нас Русский Язык До Революции Он Был Распространен Практически На Всех Континентах Об Этого Гуржиев Пишет И не Только Гуржиев Другие Путешественники Вскользь Об Этого Как О Собой Разумеющемся Факте Вот Поэтому Если Говорить Что Жить Зачем Жить Жить Нужно Для того Чтобы Жить И Познавать Потому что Познание Это Наиболее Интересный Процесс Наиболее Приятный И Лучшего В общем-то Ну Кроме Любви Еще Там Платонической И так далее Которое тоже Есть Познание В действительности Вот В общем-то Больше Ничего Выше И нет Я ответил Я думаю На ваш вопрос Но Этот вопрос Был Не мой Это вопрос Был Кого-то Из чата Наших радиослушателей Просто так Озвучиваю Так Хорошо Получается Вот если так Разобраться Насколько я понял Все вот эти Нехорошие вещи Стали происходить Уже после Революции 1917 года Ну Кто-то называет Переворотом То есть Когда Вырубали Под корень Не согласен К стенке Не согласен К стенке Согласен Идили в колхоз Согласен Иди на стройку Не согласен К стенке Да Вот доходило От того Что приходили На свадьбу Смотрели Чем занимаются Ну и свадьба Целиком Все отправлялась На кладбище Правильно я понимаю Что именно В 1917 году Это все началось После революции Или все-таки Были какие-то Такие же деяния До того еще Ведь известно Что много было Различных Каких-то Перепетий Ломок В российской Державе Нашей Да Во-первых В 1812 году Это произошло Нам же рассказывают Что мы победили В французской Войне Ну то есть В войне с Францией В действительности Мы проиграли Потому что Если бы мы выиграли У нас бы Вся знать Не говорила На французском языке И Наполеон Бы Не был Национальным героем Потому что У нас Везде идет Восхваление Наполеона Даже в Москве Мы поставили Памятник Наполеону Вот Если вы посмотрите На ворота Эти На Кутузовском Проспекте Да Там везде Восхваление Всего французского И тот Суворов Который Якобы Значит Русский полководец Если вы прочитаете Его титулы Там не Ну русского титула Там не австрийский Фельдмаршал Австрийской империи И еще там Чего только Там у него нету Кроме русского То есть И он стоит Ведь тоже В доспехах Римских На площади Суворова В Питере С чего это Вдруг Наш полководец Одет Вне нашей Наши доспехи Это как раз Говорит о том Что Мы проиграли И Суворов Он совсем был Не на нашей Стране А те Кто был на нашей Стране Мы ничего не знаем Ну знают Вот непрописные Они там Кое-что рассказывают Но Это настолько фантастично Что Говорить об этом Не приходится Ну вот здесь Такая сразу Реплика Так ведь До Наполеона Говорили по-французски Все знать Не наша знать Наша знать Говорила на французском языке А у них знать И не было У них были дворяне Знать это у нас было Потому что Знать это Знающие люди А дворяне Это Те которые Исполняют роль Прислуги У Царствующих особ Придворные такие Да Ну то есть Получается Вот Здесь я говорю Задили вопрос Что Русские Те которые Придворные Придворные Они говорили До того Как Наполеон Еще стал Тем самым Наполеоном Который полмира Хотел завоевать На французском языке Говорили И Тенденция Она осталась И после Французской войны И какое-то время Еще сохранялось Во Франции Да Они говорили На французском языке А в России нет Да получается В России нет Конечно В Франции Она пришла сюда Вот И тут У нас же В 1814 году Уже началась Так называемая Ракчейщина То есть Фактически Вели рабство Вот крепостничество Оно совсем Ну как нам рассказывают Что оно там Еще при Иване Грозом Якобы Возникло Но это фантазии Все У нас нет истории У нас есть Фантазии На исторические темы Потому что Все Все не так Все неправильно Все что нам Рассказывают Это все Глупости А какие еще Были сломы Интересные Для России До 1812 года Когда так же Наши Убирали Коны Поконы Наши обычаи Традиции Ну вот В 1812 году Фактически Ведь Произошло Слияние Очередное Слияние Крестьянство И Христоферианство Ну сейчас Христоферианство Как бы Такого термина Нету Да Но Христофер Это же Главный Самый Почитаемый В католичестве Святой С пёсьей головой И римляне Они и были Песеглавцами Ведь русские Сказки Если вы почитаете Настоящие Русские Сказки Собранные Тем же Самым Крестовским Вот Там же все Про Песеглавцев Про чертей Про этих Косогов Там Ну там Много Тех вот Персонажей Которые мы Сейчас Не знаем Даже А песеглавцы Они же Как Вот Они забирали За долги Кого-то Да К себе И Потом не отпускали И его вообще съедали В конце концов Этого человека Когда он Отрабатывал долг Вот И вот эти сказки Они как раз построены На том Как Кому-то удалось Обмануть их И его не съели И он сбежал Да уж Да уж Ну К несчастью Наверное Древние какие-то сказки Для нас практически Не дошли И Их Могут знать Только единицы Сейчас уже сказки Все переделаны Какие-то непонятные С влиянием Тех Иноземных Вкраплений Которые сюда Очень активно На Русь Приходили Любую книжку Сейчас возьми Которые Как бы сказки Называются Как бы досло Здесь не случайно Употребляю Там на самом деле Сказок нету Там какие-то Эссе Какие-то Повествования На тему Русских народных Сказок Там уже все Переврано Все уже Переделано А вот именно Русских народных Я не встречал Сказок В книгах Таких красивых Это точно Ладно Так Вопросы в эфир Начинаем озвучивать Свет из Петрозаводска Задает вопрос Владимир Алексеевич Здравия Расскажите Чуть подробнее Про звуковой язык Сензар Кем и Для каких целей Применялся И почему он так назывался Благодарю Сензар Ну Сензар Это как бы По современному Звучит Да Вот А вообще Санзар Потому что Сан Это Ну как У нас Видите Сан Это вообще Связано Со святым Потому что В санскрите Сан Это считается Святой Ну у нас Саном Называют Значит Там Священник Вот он Получил Рукоположение Рукоположение Кстати Говорят Тоже Ну это все Опять же Три Прославия Взято Вот Потому что Вообще-то Священник И Получить Сан Это Надо было Пройти Помазание У нас же Помазание Только Вот Царей Сейчас А не Священников Делают Ну это Ладно Это все Детали Вообще Сан Связан Именно Со Священностью И он Мог И помогал Делать Галдею Галдея Это Вообще Галдейство Воздействие На природу Звуком То в том Что Даже правильно Произнесенные Слова Вот Те же Матершинные Слова Например Да Они у нас Сейчас Неправильно Проносятся Они все Священные Были И у нас Сейчас Их стали В суе Употреблять Как правило С отрицательными Эмоциями Поэтому все Матершинники Согласно Нашим Исследованиям Сделанным Еще В 80-е Годы Все Матершинники Как правило Страдают Комплексом Половых Проблем Потому что Они употребляют В суе И именно Связаны С отрицательными Эмоциями И отрицательной Ситуацией Свои Половые Органы Они Употреблялись И исключительно Для преобразования Природы И звучали Они совсем Не так Мужской член Например Он звучал Как гой Гой Сейчас тоже Говорят Да Но он Совсем Другой Обозначает Вот А вот Когда Мужской Женский Назывался То Как правило Камни Даже Плавились Насколько Это сильное Слово Сильные Слова Потому что Они Зачинали Все И таких Священных Слов У нас Много Вот тот же Самый Звук Священный Ам Ом Большинство Большинство Тружек Не употребляет А там Целая Система Этих Звуков Священных Звуков Вообще Все Буквы Они Все Были Священные Буквы Бог В основе Лежит И Ва Ва Веди И Аз Я ведаю Бога Буква Ее можно Так перевести Потому что Буква Позволяла Связываться С богами А если Такая связь Произошла Человек Попадал В состояние Блажен Когда он Все мог Потому что Бог В нем И Бог Через него Проявлялся Вот Поэтому Буквы Они конечно Все были Важны Но У Синзара Он был С открытой Звуковой Системой То есть Каждая Окружающая Наша Вещь Имеет Свою Миру Эта Мира Она Имеет Свое Звучание Это Звучание Назвалось Бал Но у нас Слово Бал Совсем Другое Обозначает Причем Несколько Значений И Бал Это В школе Там И Бал Это Пляски Там Какие-то А Бал Это Вообще Центральное Понятие Древле Православия Потому что Через Бал Можно Было Преобразовать Любой Предмет Потому что Мы можем Вызвать Резонанс А резонанс Он что Это же Слово Резать Да Мы можем Разрезать Уничтожить А если Мы Правильно Его Используем Этот Резонанс Мы можем Преобразовать Предмет Поэтому Мы могли С помощью Этого Синзара Преобразовывать Вот Слово Четь Сейчас говорят Что это Мера Там Какая-то Была Четь Вообще Обозначает Чепть Чего-то Потому что Одна Четвертая Это число Которое Вызывает Резонанс Сдвиг Ну это В физике Сдвиг Фазы На одну Четверть Приводит Раскачиванию А раскачивание Чего-то Да Приводит В конце Концов К разрушению Вот Солдаты Идут С троем Чеканя Шаг По мосту И мост Ружится Поэтому Когда через мост Идут Солдатам Говорят Идти Немногу Вольно Идить Немногу Не надо Чеканить Потому что Можете Разрушить Так вот Синзар Он построен Был на Резонанс А если Допустим Одна Треть Использовалась Вот это Явление Оно Обладает Возможностью Сохраняться То есть То Что вы Что-то Там Имеете Вы Хотите Сохранить Это Да Вы Закрепляете Когда вы Сдвиг Фаз Делаете На одну Треть Причем Даже Не Чисто На одну Треть На одну Целую Три Четырнадцать Сотых То есть На пи Делите Единицу И там Таких Наворотов Много В Сензаре Которые Использовались Именно И для Общения С природой И для Ее преобразования И для Созидания Потому что Те же самые Хрустальные Дворцы О которых Нам рассказывают В некоторых Сказках Они Росли Самостоятельно А рост Кристалла Определяется Звуком Как ни Странно И именно С помощью Звучания Если вы Знаете Опять же Меры И как Они Звучат Вы можете Расти Любые Кристаллы Любые Минералы Что угодно Под Именно Звуком У нас Происходит Перемещение Левитация Даже Огромных Плит Которые Непонятно По каким Причинам Да Но нам Сегодня Непонятным Передвигались В тех Самых Пустынях В Та же Самая Биальберская Терасса Которая Там Построена Была Те же Самые Огромные Храмы Выстроенные У нас И в Египте Там И в Индии Как-то не строились Ну говорят Что вот Вытесывали Да вот Не вытесывали Сейчас уже Физики Столько Ну физики Как бы Я неправильно Говорю А именно Энтузиастам От физики Да Удалось Вот с помощью Звука Там Показать Как легко Передвигать Те же самые Плиты Просто нужно Поменять Направление Фазового Звука И плита Идет Как по маслу Сама Оказывается Посмотрите В интернете Есть Фильмы Поэтому Сенсор Конечно Он Он Разный Он Не был Фиксированный Там Просто Знать Принципы Вот А это Вообще Осново Халдейство Или Галдейство Правильно Говорить Потому что Галдеть А нам Сейчас Говорят Что Халдея Была Страна Такая А это В действительности Была Целая Дисциплина Целое Искусство Работы Со Звуками С природой Хорошо Когда мы говорили Про языки Французский Язык Такая шутка От Владимира Поступила В начале 19-го Славяне Изучали Французский Разгромили Наполеона В начале 20-го Изучали Немецкий Наваляли Гитлеру Сейчас Подозрительно Все кинулись Изучать Английский Так Но у нас Другая Есть Шутка Что У нас Оптимисты Учат Английский А пессимисты Китайский А реалисты Автомат Калашников Изучают Ну да Была такая шутка Ладно Идем дальше Итак Напоминаю Вопросы из чата Народного славянского радио Принимаем Так что Заходите на сайт Народного славянского радио Ищите слово Чат Регистрируйтесь Если еще не регистрировались Ранее И указывайте Пожалуйста Перед тем Как задавайте вопрос Обязательно Вопрос в эфир Если такой Вначале Нету Пометочки Я такие вопросы Пропускать буду Потому что Это могут быть Просто Ваши обсуждения Дальше Кто вы Откуда вы Желательно Чтобы было понятно Где нас слушают И после этого Уже сам вопрос Итак Итак Смотрим Какие еще вопросы поступали От Варга Вопрос пришел Здравия Владимир Алексеевич Почему вы называете Ведическое православие Древлеправославием Ведь с точки зрения С таким же названием Существует одно Из ответвлений Христианского Религиозного течения Почему именно Древлеправославие Благодарю Ну смотрите Это не я Так называют Они сами Все так называют Ну а то Что у нас Создали Специально Древлеправославие Как ответвление Ну это У нас все время Так делают Например Палия Да Вот Я как бы Про Палию Тоже написал И сейчас Она уже Издана А Палия Это древнее Издание Библии Причем Вот Современное Издание Библии Его называют Староверы Септагентум То есть Седьмым Изданием Седьмой Переделкой Не издание Переделка Вот То есть Уже Семь Переделок Библии Священный Текст Который Вообще Трогать Нельзя Палия Она Чуть Так сказать Вот Я специально Смотрел Текст Ну сравнивал Она почти Ничем Не отличается Более того Даже Вот 1905 Год Библию Там Берешь Где Там Например Сказано Что Причащайтесь Значит Овощем И фруктам Мэйн Да Там Уже Написано В современной Библии Причащайтесь Кровью Моей Вином И Причащайтесь Телом Моим Хлебом Там В качестве Просферы Которую Нам Дают Вот То есть Даже Этого Нету То есть Палия Тоже Уже Вся Переделана Я Рассказывал Потерике Киевской Печерской Лавры Которая Мне Довелось Не только Держать В руках Но и Прочитать Где Описано Пять Крещений Руси Теперь Петерик Вышел Но уже Без этих Подробностей Пяти Крещений То есть Понимаете Это Все Меняется Стоит Только Вяк Я Поэтому Источники Не Называю Они Выйдут Совсем С Другим Названием Из Другой Информации Вот А древле Православия Почему Потому что Древле Это Вообще С Деревьями Связано У нас У каждого Бога Было Своё Дерево Фрукт Свой Овощ Ягода То есть Была Своя Атрибутика И У нас Почему Каждые 12-18 Дней Менялась Атрибутика То есть Был пост Пост Такого-то Бога А потом Он сменялся На пост Другого Бога Каждый Месяц Он начинался С покрова Первый день Покров Покров Вступал В покровительство Данного Бога Следующего Бога И Бог Имел Свою Функцию С одной Стороны Но В то же Время У него Было И Много Других Функций Они Фактически Числа Они Все же Составные То есть Допустим Число 6 Там Или 8 Оно Состоит Из многих Чисел Но Не Из многих Там И Из Их Вариантов И Из Комбинаций Не Одна Эта Комбинация То есть Функции Много Числа Одного Числа Получалось А тем Не Менее Значит Основная Функция Вот Его Самого Числа Была Поэтому Все Эти Деревья Поэтому И Древле Православие Почему У нас Зодиака Это же Садик То есть Там Названия Были Деревьев А сейчас Всяких Животных Придумали Козерог Скорпион Рыбы И Прочие Твари Вот А Слово Зодиак Только Немножко Изменили Вообще Это Садик Поэтому Древле Православие Хорошо Идем Дальше Смотрим Если Нужна Музыкальная Пауза Чтобы Отдохнуть Можно Поставить Музыкальную Паузу Если Не Нужна Тогда Разбираем Вопросы То есть Я Подстраиваюсь Под вас Ну Давайте Можно Немножко Отдохнуть Хорошо Небольшую Поставим На две Минуточки Чтобы Так Дух Пока Перевести Итак Анастасия Сорокова Песня Вечер Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что По одному Из Современных Календарей 12 октября 2016 года Среда По одному Из старинных 22 день Месяца Божественного Начала 7525 Лета Шестица Исконные Традиции Русского Мира Такова тема Сегодняшнего Эфира И автор Следующий Владимир Алексеевич Шемшук Мы продолжаем Разбирать Вопросы Которые Поступили К нам В чат Народного Славянского Радио Если вы Слушаете Радио Еще Вопрос не Задавали А очень Необходимо Получить ответ То пожалуйста Заходите В чат И задавайте Вопросы Один раз Зарегистрировались Дальше Пользуйтесь Пока Этот чат Остается В силе Если когда Появится Новый сайт Итак Вопрос в эфир От Олега Из Иркутска Здравия Владимир Алексеевич Подскажите Пожалуйста Во время Войн Нашествий Проводились ли Свадьбы Наподобие Как во времена Великой Отечественной войны Роль отца батюшки Который Своеобразно Благословлял Молодых Играл командир Подразделения Каков был обряд Если люди Решили В это Неспокойное время Соединить Свои судьбы Или Раньше наши предки Во время войн Этот священный обряд Не проводили Благодарю Олег из Иркутска Ну конечно Во время войн Там И проводить То было не с кем Ведь если Мы вспомним Вообще Как у нас были войны Мужское население Было практически Все истреблено Как правило Да И у нас воевали Женщины и детишки И вот то Что вот сейчас Называют Амазонки Да Амазонки Ну говорят Что это Греческая Там Мифология Вот Но это Все не так Амазонка Вообще Это Женщина Ама Это Женщина Которая Родила уже Детей И она уже Может Не быть Матерью Вот И зонг Песня Боевая У нас же Война Она же вся была На звуках Построена И вся военная терминология Она до сих пор Звуковая То есть Война Само Своем Связана Солдат Соло Связана Поле брани Тоже Значит Атака Так Там Связана То есть Все Куда вы там Не возьмете У нас Все связано Так или иначе Со словом Или с какими-то Значит Действиями Магическими Ну там Пули Например Там Пул Тоже Одно из Центральных Понятий Вернее Одно из Центральных Измерений Пулы Потому что У нас были Меры Были Пулы Пулы Это как раз То что Возникает Между Нашими Рычагами Размера Которые Вне нас И в то же время Позволяют Накапливать Большие Энергетические Потенциалы Вот И вот эти Вот Вся Терминология Она была Звуковая Поэтому Амазонки Это те Которые Могли Исполнять Боевые Песни И могли Уже Воевать Ну и воевали Детишки А почему Детишки Да потому что Например Александр Невский Он же воином Стал 4 года 4 года Посвящения воина У нас воин Человек Который Ну мог Уже стать Воином Было 48 лет Когда он Уже родил Вернее Женился Родил Воспитал И после Этого Он уже Мог А его Уже В 4 года А Святослава Хороброва Его в 3 года Сделали Воином То есть Их всех Остальных Тоже делали В 4 И в 3 года То есть Не в 48 Потому что Мужиков Не было И поэтому Мужчины Они Вынуждены Были воевать Вернее Женщины Вынуждены Были воевать Вместо Мужиков Более того Ну Не то Сказать Войск Букву Букву Ну Вы знаете Как Платинница Пишется Она Ее Иногда Называют Ж Потому что Она и была Ж А сейчас Стала Г Для того Чтобы поменять Потому что Греческая Культура Которая Писана Она В принципе Списана С русской Культуры Которая Была Вот И поэтому Все Значит Слова Которые Принадлежат Якобы Греческой Цивилизации Они В действительности Принадлежат Русской Цивилизации Код Гаремы Они были Вынуждены На необходимость Потому что Не было Мужиков И Жен Можно было Иметь 300 Штук Как например У того же Князя Владимира И почему 300 Потому что Больше Мужчины Не может Обслужить И почему У него было 2000 наложниц Наложницы Это тоже Не потому что Ее там Залоги Куда-то Отдали Или она Ему Понравилась Наложница Это Опять же Девушка Которая Решила Родить Но В силу Того Что Мужчин Нету Она Носила Семя Себе Налона Поэтому Наложница И у нас Сохранилось Выражение Деланый Пальцем Потому что Дети Рожденные В любви То есть В результате Соития Они все равно Отличаются От детей Которые Рождены Искусственно То есть Без любви Без контакта Вот И 2000 Это тоже Как раз То количество Которое Мог Опять же Обслужить Мужчина Один И это Был не только Князь Владимир Это было Поголовное Ну Поголовное Там Количество Мужчин Их можно было Сочетать По пальцам Вот И мы Все равно Тем не менее Продолжали Оказывать Сопротивление Захватчикам И это было Практически Всегда Вот именно Русская культура Она же Все время Иничтожалась Потому что Она волшебная Она Колдовская Она Магическая Она чудесная Там Все не так И та цивилизация Ушедшая Которая Приписывают Каким-то Инопланетянам Якобы Да Это как раз И есть Та ушедшая Цивилизация Русская Которую Вот Мы потеряли И которая В какой-то степени Сохранилась У древнеправославных Видов Древнеправославных Людей Их много Потому что В разные Периоды Как раз Вот этих Незгод Когда появлялись Вот Скифы Скифы Тоже Нам говорят Что скиф Это целая народность А скифы Это те кочевники Гражданскую войну Вспомните Да Солоневич Пишет Много обозов Людей Бежавших Из своих городов Потому что Там везде Бесчинство А они бежали От того Чтобы их не убили Чтобы их Не изнасиловали Чтобы их детей Не трогали Бежали 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 С помощью А Леля Это у нас Богиня Они служители Не оставалось Нам вот Сегодня говорят Что русская культура Это сарафан Самовары И балалайки Ничего подобного У нас не было Ты не знаешь Бежалайки В публику Бежалайки И эти звуки Они как раз Вот и подбирались Такие Которые могли Человека Задеть А ведь Чуть-чуть Смещение Чистоты И уже Нет эффекта Поэтому Рай Который Где-то В сороковых Тридцатых Годах Открыл Эту чистоту Так и называется Чистота Райха От которой Люди Тоже Тащились Все К нему На прием Со всего Мира Ехали Чтобы Почувствовать Эту чистоту Вот Когда у него Полное Расслабление Когда там Все сфинктеры Открываются И человек Там Описывался Окакивался И Ничего не мог С собой сделать Потому что Эта чистота Его Растворяла Ну и Райха Естественно Расстреляли Поскольку Все такие Изобретения Они Не входят В планы Захватчиков Которые Эксплуатируют Нас До сих пор И Управляют Нами А вообще Вот эта История С революцией Тут очень много Версий идет Если же мы Возвращаемся Опять К этому Такому Рубежу 1917 год России Много Версий идет Как она Проводилась На чьи деньги Проводилась С какой целью Но все Сводится к тому Что Политэкономию Надо учить И тогда будет Понятно Для чего Это все Делалось Разрушить Старые Древние Устои Которые Еще до 1917 года Сохранялись И Людей Пустить В такое Первобытное Состояние Пещерное И после этого Можно будет Уже Землю Раздавать Разграбливать Ресурсы Брать Ну и так далее И сейчас Вплывают Опять же Те же самые Разговоры Про то Что в России Надо чтобы осталось 50 миллионов Тут говорят Уже и 15 миллионов Хватит Потому что Техника За это время Очень хорошо Скаканула вверх И роботами Там можно заменить Поэтому 15 будет достаточно А все остальное Надо под нож Пустить Так вот Если мы Убираем Только Полит Убираем Политэкономию Из-за чего Эта революция Произошла То видимо Какие-то были Другие Варианты И кто-то другой Видимо И устраивал Не только Вот эти Дяденьки С большими деньгами Да и понятно Что Там У нас же За кулисой Она же Очень разношерстная Нам так Рассказывают Масоны Иллюминаты Еще там Кто-то Сейчас Очень популярная Немецкая Теория Что немцы Разыграли Поражение Своё В действительности Они Ушли за кулисой А за кулису Ее сложно Определить Что она Управляет Управляет Как бы Те Которых Мы видим Премьеры Президенты А в реальной Жизни Они воздействуют На этих людей Потому что У нас пирамидная Система управления Почему нам державу-то И разрушили У нас же была Круговая Форма управления А на круг Ты там особо-то Не повлияешь Потому что Ну Выключишь Кого-то из круга Круг-то сохраняется При этом Вот В какой-то степени Политбюро ЦК КПСС Тоже был круг Ну Все решения Были коллективные И поэтому Нельзя сказать Что у нас Было процветание Но какая-то Стабильность была Вот Просто было Много Догм И заблуждений Касающихся Именно Отношения К человеку Я потому что В свое время Написал Что Брежневу Написал письмо Что у нас Коммунистический Кодекс строителя Коммунизма Да Кодекс строителя Коммунизма Он Из 14 пунктов Да 8 там Или 9 пунктов Сейчас уже точно Не помню Содержит Отрицание То есть Быть нетерпимым Быть там Непримиримым И так далее Да Пьянцу Там Ко всем То есть Оно не работает Вот в природе Работает всегда Принцип Да У нас двоичная логика И мы привыкли Говорить Да Нет А многомерная логика Она работает На одном Лишь утверждении Да Да Я с вами свяжусь Через 5 минут Через месяц Через год Через 100 лет Но я все равно С вами свяжусь Я всегда говорю Да Поэтому Эта многомерная логика Она построена На утверждении Но у нас Вводит параметр времени Когда это произойдет Если там Допустим Кто-то Сейчас Не согласен С чем-то Это не значит Что он завтра С этим не будет соглашаться Потому что Все течет Все изменяет Поэтому Утверждая Да Мы сами Строим эту логику А если мы все время Говорим Нет Ну понятно Что Нет Это отталкивание Это разрушение Это не соединение А да Это всегда Объединение Да Это всегда Соединение И созидание И рост И процветание Поэтому Переход Вот на Вот эту Многомерную логику Он как раз Предполагает Ввести Правильные Вот эти Обороты Как у японцев Например У них же Слова нет Практически отсутствует Оно есть Теоретически Но японец Всегда Говорит Да Вот Но Таким вот Способом Что Человек Понимает Что нет Ну и у нас Тоже Когда тебе Говорят Что придите Завтра Или Через месяц Или еще То есть Ему не отказали Но его В принципе Послали Вот Поэтому В общем-то Эта культура Она тоже Опять же Исчезла У нас У японцев Кстати Говорят Ведь культура Тоже взята От Айнов Айны Кто это Хотя нам сейчас Показывают Тайны Что это Якобы Там Азиаты Но Это опять же Обман Нам и манжуров Тоже показывают Что они Азиаты Но они Как раз Белые люди Они гриви На русском языке Манжур Вот Ну в общем Насколько я понимаю Была мысль такая Чтобы Русских Людей И всех коренных Которые с русскими Активно были связаны Опустить До Очень Низкого Уровня А с какой Целью Но опустили Дальше Что Ну Тут Видите Нас ведь Опускали Даже Опускали Те Которые Были Намного Выше Нас То есть Еще На уровне Богов И их Опустили И их Истребили А нас Тоже Там Истребить Особой Сложности Не представляет То есть Мы сами Друг друга Сейчас Истребляем Хорошо То есть Они даже И особых То есть Запускают Только информацию И информация Уже начинает Работать Стравливай Разделяй Стравливай Этот принцип Он везде Работает Но Самое-то главное Им надо Землю Очистить От людей Потому что Те семь чудес Света О которых Нам сейчас Рассказывают Всякие небылицы Что это Китайская стена Которая выстроена В 20 веке Фактически Пирамиды Там Египетские Семирамиды Вернее Это Семирамида Это Ну Это действительно Строение Да Было Но Висящие Сады Семирамиды Это Тоже Специальная Такая Конструкция Была Вот Они Или там Маяк Этот Вот Они Никого Отношения К чудесам Света Не имели Вот Реальные чудеса Света Они Глобальные Как например Логос Построенный Нашими предками В центре Земли Он до сих пор Существует Но он не работает Вот И он был создан Это как центральный компьютер Для управления Вселенными Потому что наши предки Были Повелители Вселенной Которые жили Значит На горе Миру Откуда они Управляли миром Как до сих пор Пишутся В индийских Ведах Ну а Веды В общем-то Они У нас же Смотрите Веды же Это Как бы Часть Библии Вот У нас был Ведический Завет Который сейчас Назван Ветхим Заветом То есть Корни совпадают Ведический И Ветхий А Новый Завет Который Евангелием Называет Это как бы Ну и переводят Бога и Весть Да Евангелие У нас было Веста Потому что То есть Веда была И Веста То есть У Библии Было Две вещи Которую Сейчас непонятным Словом Евангелие Называли И Ветхим Заветом И Ветхие Это у нас Все что старое Связано Они Ну то есть Опять же Подмена Вот этих Вот Понятий Хотя звучание Вроде одно и то же Но это Все поменялось Вот И вот эти Все смены Они как раз Приводят к тому Что Мы Меняем Свою культуру И поэтому Нас естественно Очень легко Обманывать Вот это же Отсутствие От этой многомерной Логики Да Вот Научение Что всякое Ну то есть Утверждение Которое нам С молоком Матери В принципе И бывает Что есть только Черное И белое И мы пытаемся Верять Мир Многообразный Многообразие Цветовое Поместить в эти Две краски Что есть только Да и нет Есть только Добро и зло И всех других Вариантов Которые Проявляются В человеческом Уществе Они отсутствуют Это все Приводит к тому Что нами легко Манипулировать И управлять И поэтому Уничтожить нас Сейчас Не представляет Никакой Особой Трудности И они Это делают И они Уничтожают Нас А мы Не можем Даже им Ничем Ответить И в конце Концов Мы в действительности Можем Погибнуть И эти Семь чудес Света Которые Создали Наши предки Будучи Повелителями Вселенной Они Заберут Себе Хотя Они По праву Принадлежат Землянам То есть Нам Правильно Я понимаю Что Ветхий Завет Это Как раз То Древнее Писание С которой Вышли Все Веды Конечно А в этом Случае Тогда Ветхий Сам Завет Он Подвергался Каким-то Переписанием Исправлением Потому что Если Читать Тот Ветхий Завет Который Сейчас Можно Пойти Купить В некоторых Магазинах Там В общем-то Рассказывается О Богоизбранном Народе С Определенными Именами Определенных Скажем Так Принадлежностей Родам Двенадцать Колен В частности И там Нет ничего Ни о русских Ни о славянах Ни о баариях Там Как-то Вот Все К одному Народу Притягивается Приложено Связывается С ним Там же Есть Тот Бог Который Повелевал Им Следовать Его воле Заключить С ним Договор И Если Так Суть Основного Ветхого Завета Разобрать То Подчинение Этим Избранным Народам Всех Другим Народам Всех Других Народов Там Как раз Описана Такая Некая Инструкция Но Если Мы Возьмем Наши Какие-то Русские Мировоззренческие Основы То У нас Наоборот Не Подчинение Других Народов Себе А Помощь Другим Народам Мы Всегда Кому-то Пытались Помочь Кого-то Освободить Сколько Там За Африк Убили Чтобы Там Свободные Люди Жили Сколько Там Других Народов Другим Народам Дали Разрешение Даже Войти В Российскую Империю Для того Чтобы Их Там Не Вырезали И Тем Самым Они Сохранились И так Дальше У меня Лично Не Вяжется В голове Ветхий Завет Где Человеконенавиченская Такая Форма Описания Подчинения И Ограбления Представлена А У нас Как-то По-другому Все И Не Вяжется Что Ветхий Завет Это Могло Быть Каким-то Нашим Чем-то Здесь Видите Какая Ситуация Мы Ведь Полностью Теряли В свое Время Вот Веды И Значит Весту Все Все Было Потеряно Чем Знаменит Василий Блаженный Нам Ведь Особо Ничего Про это Не Рассказывают А Василий Блаженный Как раз Тот Человек Который Восстановил Веды И Восстановил Весту Потому Что Он Помнил Наизусть Библию И Подобным Ж Подобным Ж Персонажем Вьяса Так Назваем Это В индусской Традиции Да Ну Мифологии То есть Вьяса Тоже Вернул Веды Ну Василий И Вьяса Они же Звучат Одинаково То есть Их Теряло Все Человек Кстати Говоря Я встречал Людей Которые Помнят Библию Но не первое Не первое Самое Издание У нас было Сначала Вот Как бы Первозаконие Да Про которое Никто не слышал И не знал У нас есть только Второзаконие Как глава Какая-то Там существует А вообще Второзаконие Это Когда вот Вели Как раз У нас же Нельзя было Убивать людей Почему Вот их Преображали Да Лишали силы А убить Нельзя было А потом Значит Разрешено Было Убить Было Второзаконие Вот Но это было Именно Второзаконие Это Как бы Выход Закон Потому что У нас По кону Все было А закон То что Законом Нововведение Так сказать Вынужденное Нововведение По которому Мы Ну нам уже Предписывалось Жить Потому что Вот такая Ситуация И поэтому У нас Опричнина Которая Они уже Отрубали Головы То есть Они уже Убивали Почему Ивана Грозного Да Так не любят В Европе Ну потому что Вот он Разрешил Убивать Вот Теперь Значит Вы говорите Там у нас Ничего нет Славянского Да у нас Как раз Славянского Очень много И русского Много Вот Вы Если поищите Старые иконы У нас же Вот До советской власти Была Такая эпопея Когда Изымали иконы Да Вот Все старые иконы Изъяли И потом Вот Появился Вот этот Иисус С карими Глазами Там С характерной Внешностью Дева Мария Там Ну и многие Другие наши Святые Да Они А ведь На старых иконах Там ведь Иисус Христос Он с голубыми Глазами То же самое Значит Георгий Победоносец Он не копьем Наносит Поражение Змея А у него Луч идет Из лба Зеленый луч Который поражает Значит Змея Вот Ядерные взрывы Изображены На старых иконах Эти Мамонты Изображены Потому что Мамонты До сих пор Живы в действительности Нам же рассказывают Какие-то там Пять тысяч лет Какое-то там Оледенение Еще что-то там Якобы Это все было Вот в 19 веке В действительности Поэтому Стая мамонтов Стада мамонтов До сих пор Существует В Сибири Но в силу того Что их все время Отстреливают Они стали Очень осторожными Их видят Немногие охотники Которые о них Рассказывали В интернете Даже есть фильм Где эти мамонты Значит Демонстрируются В Сибири Ну в принципе Не так уж и важно Где Вот То же самое Иконы там С писяголовцами С писяглавцами Да Иконы С ослиными головами Люди Иконы С лошадиными головами С овечьими головами То есть Вот эти иконы Все были До революции Их все изъяли Потому что По ним можно изучить И узнать Нашу историю И мы думаем Что Нам историю Поменяли После революции А якобы У других народов Она осталась Вот ничего Не подобно Ничего подобного Потому что революция Реальности Произошла во всем мире Потому что Историков Резали везде Во всех странах Просто У нас Резание Не только историков И учителей истории Но и Остальные сословия И прежде всего Православную Культуру Кто с ней был знаком Кто ее знал У нас же До революции Было 6 конфессий Существовавшие Причем Древнее православие Оно было подпольным И когда они вышли Из подполья Вышли они На кого Они вышли На Лончарского На Горького И Богданов По-моему Третий Которых потом Богоискательстве И богостретельстве Дедушка Ленин Обвинил А они же Смотрите Первые же деньги Даже этот Крест Свастика Была Нанесена Это что? Это православный Символ Земли Нам его Сейчас запретили Даже иметь Но он Правда Не так Его представили Неправильно Он там Круглые Края А если Вообще Посмотрите Это проекция Земли То есть Если вы Земли Снимете Три Через полюса Проходящие Перепендикулярные Плоскости Да И через Экватор Проходящую Плоскость Вот Отрежете И сложите У вас Получится Как раз Этот знак Этот знак Имеет Огромную силу В действительности И даже Экстрасенсы Вот когда Этот символ Где-то там Поместишь Да Они его Сразу находят Потому что Он Излучает Он Находится В связи С Землей В силу того Что это Проекция Земли Потому что У нас Все шары Все Круглые предметы Они все Подобны Друг другу И подобные Они взаимодействуют И воздействуют На друг На друга И проекция Видит себя Точно так же Она тоже Взаимодействует Потому что Голографические Изображения Зеркала Например Линзы Они работают Как Действительности Предметы То есть Линза Может Голографическое Преломлять Лучие А изображение Зеркала Голографическое Может Отражать Ваш Внешний вид То есть Она имеет Ту же функцию Что и Сам предмет И поэтому Проекция Шара А у нас Все шарообразное Оно Имеет силу Поэтому Его запретили Естественно Вот Ну и Помимо Значит Икон Которые В общем-то Многие И исторические Моменты Которые Характеризуют И русские Там победы Потому что Там нарисованы Реальности И наши Тоже Долгие руки Которого Не хотели Там делать Святым Он был Святой В православной Верии И вот Когда Эти все Шесть Конфессий Объединили Там были Ариане Татары Они были Арианами В действительности Ариане Это Орфики Реальной Жизни То что мы Сейчас Называем Орфиками Которые Как раз Работали Со звуками Дальше Значит Объединили Казацкую Церковь Объединили Опять Крестьянскую Церковь Католическую И Древние Православные Которые Тоже Вышли Якобы Так Думали Что здесь Революция И Что-то Изменится И Почему Они С Богдановым С этим Лубначарским Сначала С Горьким Который Поддержал В общем-то И Идеологию Они хотели Предложить Древле Православие Потому что Самая Основная Идея Это Стать Богом Древле Православие Овладеть Сими Функциями Чисел То есть Божественными Функциями Этими Овладеть Вот Но Эта Идеология Она не Прижилась Ее Раскритиковали Вот И Она В общем-то Была Выброшена На свалку Историю Как В принципе И потом Сами Большевики Тоже Были Выброшены Ну Не Сами Большевики А Их Дети Во всяком Случае Эту Горькую Часть Разделили Я-то Говорил Не про Христианство Не про Вот эти Более-менее Новые Религии А Где И так далее И так далее Твоподобное Там Обманывай Убивай Подтасовывай Сводится Все к тому И будут тебе Другие народы Стены твои строить Будут они велики Ну Это много-много Чего Другие И будут тебе Приходить Сорить Чужие Там Дверь Твоя Будет тебе Открытая И будут тебе Приносить Много Чего Ну Это Об этом Можно Прочитать Увеличится Род Твой Сколько Песченок Там В море И так далее Вот это Ветхий Завет А Новый Завет Евангелия Там Немножечко Другое И тем более То что Потом Так называемые Русские Православные Святые Вот как Сейчас это Принято Называть Сергий Раднишский Серафим Саровский И другие Они Вносили Какие-то Корректировки В христианство И в общем-то Понятно Почему Такой Разрыв Между Западной И восточной Церковью Христианской Потому что Здесь были Такие Сподвижники Как Серафим Саровский И Сергий Раднишский Которые Много Вели Древнего До Христианского То что Принято Зывать Ведическим И поэтому Вот как-то Было Торможение В развитии Которое В свое время Получила Кафолическая Или католическая Церковь И Этим В общем-то Объясняются Многие Различия Но вот И об этом Говорил А не про Иконы Что именно В Ветхом Завете Там указано Конкретно Какой народ И что должен Делать Для того Чтобы владеть Всем миром Но здесь Вопросов Много Мы как-то Между собой Устроили Такое А тут Вопросы Идут И вопросы Достаточно Интересные Можно я Это Да конечно Сейчас на ваш Вопрос Дело в том Что касается Икон Изображения Значит Вот Наших Святых Там Ярослава Мурова Но их Сейчас и нету Значит И других Вообще Считается Что якобы У мусульман Там и у нас В Древней Вере Не было изображений Нельзя было изображать Портреты Это неправда Портреты изображали Но изображали Портреты Родственников Умерших То есть Умершие родственники Изобрали портреты И они всегда Вешались На стены После его Смерти И это делалось Потому что На том свете Питание Как таковое Отсутствует Они не едят Они могут питаться Только нашими Представлениями Поэтому Вот эта традиция Она еще была После войны Я знаю Ну Помню что У нас там Портреты У многих Висели Портреты Родственников Умерших Там Потому что На них смотрели И им посылали Мерги Они так жили Раньше Когда еще Имена были Составные Из имен богов Да Богов славили И люди получали Энергию А сейчас Они ничего не получают Они вот каждый день Ведь надо есть Да А ведь Когда мы Поминаем Своих умерших Никогда Фактически Только в родительский день Ну там Может быть Придем на кладбище Вот Два раза Они в год поедят А если мы повесим Портреты То они будут Есть каждый день Потому что Мы на них Смотрим И Желательно Всегда Вот на Памятники Когда наносят Фотографии Наносить Именно Молодых Молодые Образы Чтобы Они там Молодели На том свете Потому что Им возвращаться Обратно В эту жизнь Не портагерейными Какими-то То есть Сразу Родился И сразу Стал стареть А нормальными Людьми Молодыми Поэтому Нужны Молодые Портреты И эти Молодые Портреты Они рисовались Заранее Всегда И у нас Иконы Которые Были Того же Серафима Саровского Сергия Радоневского Сергий Радоневский Он Просто Сейчас Разрекламирован А у нас Было Много Других Цветых Героев Которые В общем-то Не меньше Тут же Александр Невский Тоже Юрий Долгорукий Там Дмитрий Донской Дмитрий Донскому Почему Не хотели Делать У него Нашли Там Святым Почему Не хотели Делать Потому что Нашли У него Корни Всякие Эфиопские И Вроде Как Он Это Не русский В том-то Дело Что Наших Героев Когда Объединение Шесть Этих Конфессий Произошло Многих Русских Этих Сразу Выкинули Из Святых И Недавно Начали Принимать Обратно В Святые Вот И То Что Там Народность Там Это Описано Как Вы Говорите Это Все Фантазии И Причем Это Даже К Евреям Современно Оно Нимит Никого Отношения Там Вложена И Готская История И Хазарская История Ну То Есть Там Смесь Всего Это Все Объединили В Один Народ Сами Ж Евреи Говорят Что У Них 49 Названий Да Они Все Это Объединили И Представили Самое Худшее Причем И Представили Как Это Единый Народ Они Никогда Едиными Не Были У Них Там 49 Названий Соответственно 49 Разных Течений Разных Народностей Разных Культур Которые Не Угодны Этим Завоевателям Которые Туда Все В Кучу Свалили Да И Сделали Козлами Отпущение Потому Что В Действительности Большинство Евреев Они Ничего Не Могут Они Живут Точно Так же Как И Все Остальные Точно Так же Переживает Этот Кризис И Эти Кризисы И Эти Голодоморы И Эти Расстрелы То Все Есть Потому Что Они Их Делают Козлами Отпущение Ну Не Только Фашистов Большевиков То У нас Всегда Есть Кого Найти Которые В чем-то Или Во всем Виноваты Понимаете Какая штука Нас Потому Что Разделяют И Стравливают И Поэтому Нам Надо Всегда Это Учитывать И Не Поддаваться На Всякие Вот Эти Провокации Сейчас Нас Стравливают С Украинцами Не Ровен Час Когда Нас Начнут Стравливать На Китайцев Там Или Еще На Кого-то Или Сейчас На Арабов Тоже Натравливают Это Не Надо Поддаваться Всем Этим Вещам Надо Стрезво Смотреть На Мир И Понимать Кому Это Выгодно Потому Что Война В Действительности Никому Из Людей Нормальных Она Не Выгодна Она Нужна Власть Имущим Она Нужна За Кулисе Потому Что Они Собирают Урожай Как Они Говорят Их Используют Там И На Органы И Куда Только Там Не Используют Потому Что Они Специально Сделали Все Эти Моменты Хотя Реальности В нашей Жизни Это Выглядит Что Вот Там Наш Президент Поссорился Там С Этим Президентом Такие Вещи Там Начали То То Работает Все За Кулиса Она Рулит К Сожалению Все Таки Тогда Что Как Так Это вопрос Прикрыть Мне кажется Что В древности Слово Икона Не употреблялось Все Таки Употреблялось Слово Лик Лики Да Это Русское Икона Это Прошло Все Таки Из Греческого Из Того Города Одноименного По которому Икона Стала Называться Получается Что Ветхий Завет Тоже Переписан Если Уж Вот Так Все Там Сводится Именно К этому Народу И Понятно Что Кому-то Выгодно Сделать Где-то Козла Отпущение Чтобы На него Пальцем Тыкали Так что Здесь Как-то Так Однозначно Может быть Не подходить Что Все Вышло Из Ветхого Завета Который Мы Сейчас Можем Купить Может быть Где-то Существует Иной Сборник Где Что-то По-другому Представлено В этом Случае Конечно Я же Говорю Что Я встречал Людей Которые Помнят В самом Православии Которые Помнят Обряд Православный Но Они Шифруются Они Не сообщают О себе Не Простыми Монахами Могут Там быть Или еще Кем-то Но Они Как бы Эти Знания Они Передают Вот Передают По наследству Потому что Я Как бы Тоже Встречал Еще Одного Православного Священника Древнеправославного Который Сидел В лагере Ну за бродярничество Потому что Если бы узнали Что он священник Его бы расстреляли Вот Ну и вот он Когда он стал рассказывать Что такое Православие Понятно Что это И почему их расстреливали Потому что Носители Православия Это носители Как раз Волшебной Русской культуры Их не должно быть По мысли По замыслу Завоевателей А именно Католичество Как бы Оно там Не называлось Мусульманством Православием Там Буддизмом Но это все Католичество Потому что Там главная идея Уйти И пусть и земля Будет пухом В древнеправославии Главная идея Ты уходишь Чтобы перевоплотиться Снова И ты приходишь Все для того Чтобы Познав Там сказать На том свете Все вот эти Знания Забытые Ты должен В этот мир Прийти И их Вспомнить Потому что Там На том свете Ты снова Учишься И здесь В этом мире Ты тоже Можешь учиться Как у наших Предков Умерших Как у наших Учителей Как у этой У хроника Каши У газетических Этих Записей Ты тоже Все это Можешь Знать И притворять В жизни Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Продолжение Слушайте В следующей Части Продолжение следует